МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на Первом Волгоградском канале. События дня. Происшествие на улице Волжского, где в результате ДТП с маршруткой могли заживо сгореть люди, получило общероссийский резонанс. Сотрудники Роспотребнадзора по жалобам обманутых граждан проверили работу агентства недвижимости «Жилкомфорт» в центре Волгограда. Суд вернул в муниципальную собственность 86 линий электропередач Кировского района, которыми владел частник. В Волгограде начала действовать новая утвержденная схема расположения знаков «Остановка запрещена» и табличек «Работает эвакуатор». Новая схема утверждена после обследования дорожно-уличной сети с участием представителей ГИБДД, Общероссийского народного фронта, других общественных организаций и городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды. Все таблички «Работает эвакуатор», не имеющие отношения к новой схеме, в городе демонтированы. В главке МВД по Волгоградской области опровергли растиражированную некоторыми СМИ информацию об эвакуаторном моратории, якобы действующем сейчас в Волгограде. Дорожные полицейские в соответствии с законодательством выполняют свою работу и фиксируют все нарушения, в том числе неправильной парковки. Не исключено, что в обозримом будущем в Волгограде задумаются о создании единой муниципальной службы по эвакуации автомобилей. Мысль о том, что это принесло бы пользу городу и способствовало порядку, прозвучала на недавнем заседании Гордумы. Конечно же, эвакуаторы должны быть муниципальные и приносить доход в бюджет города-героя Волгограда. Два года назад я уже начал бить в колокола и говорить, давайте сделаем муниципальную службу по эвакуации автотранспорта. Были бы сейчас проблемы, никаких бы сейчас проблем не было. Происшествие в городе Волжске в Волгоградской области, где в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирской газели могли сгореть заживо люди, получило общероссийский резонанс. На записи камеры наружного наблюдения видно, как после удара взорвался газовый баллон маршрутного такси. Водитель легковушки хотел проскочить перекресток на красный сигнал светофора, в то время как маршрутка уже начала поворот. По счастливой случайности в ней не было пассажиров. В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля. С травмой головы он доставлен в больницу. Ожоги рук и ног получила девушка, шедшая по тротуару, на которой вынесла газель после удара. В отношении индивидуального предпринимателя, который является владельцем агентства недвижимости «Жилкомфорт», будет возбуждено дело об административном правонарушении за оказание услуг ненадлежащего качества. Напомним, внеплановая проверка агентства недвижимости, расположенного в центре Волгограда по адресу Комсомольская, 6, проводилась по жалобе граждан. Клиенты пожаловались в Роспотребнадзор на то, что заплатив деньги за информацию об интересующих их вариантах жилья для аренды, они фактически оказались обманутыми. Было установлено о том, что индивидуальный предприниматель при оказании услуг никакую ответственность за предоставляемую информацию потребителям не несет, что информация о сдаваемых помещениях потребителям предоставлялась с потолка. То есть эта информация, как они поясняют, добывалась в результате изучения объявлений, изучения каких-то интернет-рассылок. То есть сами они эту информацию не проверяли. В Роспотребнадзоре сейчас изучают материалы проверки на предмет возможной передачи их в правоохранительные органы. Кировский район и суд Волгограда по иску прокуратуры вернул в муниципальную собственность 86 линий электропередач. Как показала прокурорская проверка, в 2007 году конкурсный управляющий муниципального унитарного предприятия «Рембыт Электромонтаж» подделал отчет об оценке и продал по заниженной цене на торгах 86 электролиний наружного освещения протяженностью почти 90 километров в Кировском районе. Цена имущества была занижена в 7 раз от рыночной стоимости. Впоследствии эти линии перешли в частную собственность. Конкурсный управляющий муниципального унитарного предприятия теперь подозревается в хищении в особо крупном размере. В Серафимовичском районе Волгоградской области вторые сутки идет борьба с пожаром на площади около 5 гектаров. Тушение осложняется сильными порывами ветра. Южный региональный центр МЧС отправил в Волгоградскую область вертолет Ми-8. Судно с 5-тонным сливным устройством призвано на помощь вертолету Ми-26, который уже совершил несколько вылетов к месту пожара. Всего вертолеты сбросили на горящий лес и территории вблизи населенных пунктов более 600 тонн воды. На этом все. До свидания.